Товарищи, здравствуйте! У нас сегодня 13-е, счастливое занятие кружка по изучению капитала Маркса. Сегодня пятница, Новолуния. Ну и традиционно немножечко два слова по комментариям. Значит, вот товарищам все-таки не очень понятно. Вот, например, один товарищ пишет в комментариях про то, что стоимость уменьшилась в результате производства, а цена стремится к стоимости и вообще лишено логики. Но я думаю, в целом мы здесь все выводы Маркса повторять не будем, мы только скажем, что товарищ Маркс так не считал, он писал, что цена есть денежное выражение стоимости. Лишено это логике, не лишено это логике, это написано в капитале, и это мы ему посвящали предыдущие занятия. И, конечно же, стоимость – это центр колебания цен. В каждом случае конкретном цена у нас зависит от соотношения какого-то между продавцом и покупателем, кто из них трезвый, кто из них пьяный, да, там и так далее. Вот, но цена, конечно, стремится к стоимости, это факт научный. Далее, на мой взгляд, Герасимус смешал… Это уже другой товарищ пишет. На мой взгляд, Герасимус смешал кучу стоимости, цену и рыночную цену. Рыночная цена падает при перепроизводстве и перепроизводстве, в кавычках, сезонность, например. Ну, это я не всегда хабродить этим. А вот на счет, причем пишется на счет, пишется вместе, а не раздельно, цены и, соответственно, стоимости, грубоко сомневаюсь. Но имеете право сомневаться. Вообще, во-первых, рыночная цена – это совершенно ненаучное словосочетание. С художественной литературой нам известно такое высказывание «рыночная вы моя», но это говорилось не про цену и не на кружке по изучению капитала, так что поэтому сюда агентироваться не надо. Рыночная цена – это чушь, а цена, согласно определению, это денежное выражение стоимости. И вот, товарищи, давайте вот… Ой, ну можно продвинуть это самое? Посмотрим такой вот график, нарисованный не очень аккуратно, но и тем не менее. Вот, допустим, в сиру каких-то… Вот то, что здесь время идет по оси абсцисс, по оси ординаты, цена и стоимость. Их можно в рублях, можно там стоимость, можно, конечно, в трудочасах, но не в этом суть. Значит, цена, вернее, цена – вот это такое, то, что вот такое мохнатое, да, оно фруктуирует относительно стоимости. И вот она все время колеблется вокруг этой стоимости. Но когда цена стабильно падает, вот так вот, или, как иногда говорят, цены падают, или, наоборот, возрастает, то это… Ну, возрастает тут не будем брать, но мы берем конкретно падение цен при перепроизводстве. Вот цена, когда падает не в разовом случае, а как центр колебаний этой цены падает, то, конечно, при этом в парне можно говорить, что падает и стоимость. То есть, тут вот некоторые товарищи пишут, что падают общественные трудозатраты или личные. Товарищи дорогие, трудозатраты – это время, затраченное на труд. То, что человек произвел лишнее, невостребованное рынком – это не труд. Поэтому то, что произведено сверх того, что нужно, это не труд. И поэтому в стоимость это не входит. Ну, это вот еще раз, может, и еще кому-то будет непонятно, не знаю. Но, тем не менее, вот так вот. При нынешнем уровне товарооборота между странами, товарищ тоже пишет, использовать золото было бы неудобно. Все-таки золото надо было бы перевозить на дальние расстояния. Это очень затратно. Сейчас все торгуют со всеми, скорость совершения сделок высока, ну и так далее. Пока бы пароход там шел в Европу, там многое бы изменилось. Значит, товарищи, во-первых, золото вот так между странами, конечно же, возится не когда отдельные капиталисты отдельных стран друг с другом торгуют. А тогда, когда торговля идет именно на государственном уровне. Хороший пример – это как советское золото во время Великой Отечественной Второй Мировой Войны шло на запад в Англию и США за поставки по лент-лизу. Или, как, скажем, испанское золото, тоже морем, было транспортировано в Советский Союз, республиканское золото, дабы оно не досталось франко. Вот в таких случаях, конечно, возятся большие массы золота именно кораблями. А так, конечно же, используется валюта. Но ранее любую валюту можно было, приехав в эту страну или даже вне этой страны, если валюта пользовалась уважением, обменять на золото в соответствии с курсом. Сейчас в отношении доллара, по крайней мере в крупных каких-то масштабах, такое невозможно. И принят бы в Соединенных Штатах соответствующий закон в конце 60-х или в начале 70-х, самому я уже точно не помню, запрещающий обменивать золото американское на бумажки. Вот это, поэтому вот это надо понимать. А тут дальше. Можно считать изрядие золота из товарооборота и замену на бумажные и цифровые анароги. Но это были бумажные анароги представителей денег. Цифровые анароги, как тоже представители денег, ни тем, по сути, от бумаги не отличаются. И к социализму, конечно, никакого отношения эти деньги их представители не имеют. То, что рубли были у нас в советское время, это были не деньги в политэкономическом смысле этого слова. И не представители денег. Это были, ну, своего рода тороны, можно сказать. Расчетные квитации. Расчетные квитации, трудовые квитации, можно и так сказать. Ну, совершенно верно. Вот так вот. Это самое. Ну, что, тогда у нас тема сегодняшняя. Да, на прошлом занятии мы рассмотрели, наконец-то дошли до капитара. И что такое капитара, мы увидели, что на лиду с нормальными людьми, которые производят какой-то там товар, и потом напрямую либо его обменивают на другой товар, который им нужен. Естественно, тот товар, который они производят, в таком количестве им не нужен. Либо они через деньги-то обменивают товар, деньги-товар, продают сначала свой товар и покупают тот товар, который им нужен. Ну, они вот обмениваются друг с другом эквивалентными стоимостями. А суть этого обмена в том, что они обменивают разные потребительные стоимости. Мне, допустим, не нужно столько хлеба, я столько не съем, но мне нужен сюртук, мне холодно. Вот я ненужный мне хлеб, который я произвел в большом количестве, отдаю за сюртук, и все довольны. А тут появляются такие люди, у которых есть деньги, они эти деньги авансируют, покупают некий товар, и потом отдают его за деньги, тоже за деньги. И тут получается, что как правило, в принципе, хотя не обязательно, у них новые деньги, которые деньги-штрих, они больше на некоторую величину дельта-д, чем ты, что они авансировали. Хотя, в принципе, может быть, в каком-то случае наоборот, и меньше могут быть. Но это, как правило, все-таки люди не для того этим занимаются, а для того, чтобы было больше. И тут вот, то есть, в первом случае у нас была одинаковая стоимость, но разные потребительные стоимости. Здесь о разных потребительных стоимостях говорить не приходится. Деньги меняются на большие деньги. И вот это вот вопрос, и сейчас мы этот вопрос обсудим. Как это так? Кто первый? Ну, противоречие у меня. Да, противоречие, вот мы противоречие, и поехали. Что ж вот такого-то? Как же это получается-то так? Ну, Маркс рассматривает вот эту вот всеобщую формулу капитала, то есть, Д, Т, Д, прим, прибавочная стоимость. То есть, Маркс рассматривает, что в этой формуле участвуют три лица. Это продавец, продавец, посередине, как бы капиталист, и Б, покупатель. Капиталист противостоит одному как покупателю, а другому как продавец. Одному в качестве денег, а другому в качестве товара. Но никому из них капиталист пока не противостоит, как капиталист в прямом таком смысле слова. Если убрать вот капиталиста, который вот стоит посередине этой формулы, то получится, как бы, такой односторонний акт обычного товарного обращения. И вот Маркс допускает, задается вопросом, вот, допускает ли природа сферы возрастания, входящих в нее стоимости, образования, прибавочной стоимости. То есть, каким вот образом может вот эта вот прибавочная стоимость образовываться. И после этого Маркс в ходе анализа приступает к анализированию простого товарного товарообмена, в котором участвуют, ну, два товаровладельца, которые покупают товары друг у друга. Деньги при таком товареобмене служат счетными деньгами. Они выражают стоимость товаров в их ценах, но они противостоят им телесно. Товаровладельца отчуждают товары, которые бесполезны для них, как потребительные стоимости, и получают товары, в потреблении которых они нуждаются. То есть, путем простого товарообмена совершается обмен потребительными стоимостями, в которых нуждаются оба товаровладельца. Далее Маркс рассматривает процесс абстрактно, то есть, без каких-то имманентных законов. И он приходит к выводу, что при простом товарном обращении происходит лишь товарный метаморфоз. То есть, изменяется форма товара. Одна и та же стоимость выступает сначала в форме товара, а потом в форме денег. То есть, товар меняет свою форму сначала как товар, потом в форме денег. И может этот процесс повторяться и не один раз. Такое превращение формы товара не заключает в себе изменение величины стоимости. То есть, сколько не меняя вот эту форму товара, прибавочная стоимость при этом не может никак образоваться. Поскольку обращение товара обуславливает лишь изменение формы его стоимости, оно обуславливает, если явление протекает в чистом виде. То есть, когда совершается обмен эквивалентов. Если в отношении прибавочной стоимости оба контрагента могут выиграть, то на миновой стоимости оба выиграть не могут. Если обмениваются товары или товары и деньги равные миновой стоимости, то есть эквиваленты, то никто не извлекает из обращения большей стоимости, чем опускает в нее. И в этом случае не происходит образования прибавочной стоимости. Процесс обращения товара в чистом виде, то есть обращение формы товара обуславливает собой обмен эквивалентов. При обмене не эквивалентов, далее вот Маркс начинает рассматривать, то есть товаровладельцы различаются между собой лишь как продавцы, как продавцы и товаровладельцы, или как покупатели и владельцы денег. При продаже товара выше его стоимости, ну, далее Маркс тоже рассматривает, например, скажем, не за 100, а за 110 повысить стоимость товара, то продавец может получить прибавочную стоимость в виде 10. Затем в ходе вот этого вот товарного обращения он становится сам покупателем. И следующий товаровладелец встречается с ним как продавец и также продает товар на 10% дороже. И поэтому все товаровладельцы продают друг другу свой товар на 10% дороже, а это то же самое, если бы товары продавались по их стоимости. Денежные названия цена товаров возрастают, но отношение их стоимости считается неизменным. Поэтому образование прибавочной стоимости и превращение денег в капитал не может быть объяснено не тем, что продают или покупают товары выше или ниже их стоимости. Приходит к такому выводу Маркс. В обращении производители и потребители противостоят друг другу лишь как продавцы и покупатели. Продавец сам производит свой товар или является представителем его производителя. Но равным образом и покупатель сам может произвести товар, выраженные в его деньгах, или являться представителем производителя. Их различие лишь то, что один покупает в то же время, как другой продает. Далее Маркс рассматривает лиц товарообмена уже индивидуально. То есть он смотрит, вот например, когда участвуют товаровладельцы А и Б, у одного, например, имеется в виду, имеется в наличии вино, у другого пшеница. И товаровладелец А продает, то есть приобретает вино по цене 40 фунтов. Нет, наоборот, товаровладелец Б приобретает вино за 40 фунтов, а товаровладелец А за 50. И вот получается, что из-за того, что А 40 фунтов превратил в 50, то есть получил прибавочную стоимость в виде 10 фунтов. Но Маркс обращает внимание на то, что после обмена общая стоимость не изменяется, а изменяется лишь распределение. То есть сама форма, то есть та стоимость в 90 фунтов стерлингов, она остается как бы неизменной. То есть обмениваются эквиваленты, когда обмениваются эквиваленты, то не возникает тоже никакой прибавочной стоимости. Обращение или товаробмен не создают никакой стоимости. Придвижение товарного капитала. Далее, да, вот Маркс затрагивает товарный капитал и расставщический. Но он не забегает вперед. Придвижение товарного капитала и изобращение самого по себе нет возможности объяснить превращение денег в капитал, образование прибавочной стоимости. То торговый капитал представляется невозможным, поскольку обмениваются эквиваленты. Поскольку существование можно привести как результат двустороннего надувательства, то есть Маркс приходит к тому выводу, что существование этого торгового капитала можно вывести как результат двустороннего надувательства покупателей и покупающих и продающих товаропроизводителей, паразитически внедряющих между ними купцом. Ну и про евростратический капитал Маркс указывает, что здесь тоже в формуле одной абсолютной прибавочной стоимости вот эта вот формула сокращается до формулы «деньги. Прибавочная стоимость». То есть, где обмениваемые на большее количество денег, ну то есть деньги обмениваются на большее количество денег, а форма, противоречащая самой природе денег и необъяснимая с точки зрения товаробмена. То есть тут тоже вот Маркс не приходит к выводу, не объясняет, почему образуется прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость не может возникнуть из обращения, следовательно, чтобы она возникла за спиной, обращение должно произойти нечто такое, чего не видно в самом процессе обращения. Вне обращения товаровладелец сохраняет отношение лишь к своему собственному товару. Ну и поэтому товаровладелец может как бы создать своим трудом стоимость, но не возрастающую стоимость. Он может лишь повысить стоимость товаров своим трудом, присоединяя к наличной стоимости новую стоимость посредством нового труда. То же самое вещество имеет теперь большую стоимость, так как заключает в себе большее количество труда. То есть, например, если взять кожу, из которой делают сапоги, то стоимость кожи в ходе вот этого вот труда, она не меняется, изменяется стоимость сапог получается. Следовательно, стоимость не возрастает и поэтому стоимость не возрастает и поэтому не присоединяет к себе прибавочные стоимости во время производства. Товаропроизводитель не может увеличить стоимость и тем самым превратить деньги или товар в капитал вне сферы обращения. Капитал не может возникнуть из обращения и также не может возникнуть вне обращения. Он должен возникнуть и одновременно в обращении, и в то же время вне обращения. Вот к такому выводу в конце этого параграфа приходит Маркс. Кто-нибудь что-нибудь добавить? Ну, может быть... То есть, детожить, наверное, надо. То есть, Маркс рассматривает всеобщую формулу капитала. То есть, он все рассказал. Да. Так, прошел всю цепочку логическую. Ну, может быть, с первого раза и все сразу уловить воедино. То есть, что получается? Возвращаясь к всеобщей формулу капитала, значит, деньги, товар, деньги и штрих, или деньги с превращением, деньги с прибавочной стоимостью. И это происходит в сфере обращения. Я напоминаю, что следует разделять сферу производства и производства товара. Сферу обращения, где происходит смена форм стоимости или обмен товара. То есть, получается, товаровладелец на деньги покупает какой-то товар. Затем продает его и в итоге получает некоторое превращение. То есть, первый вывод, и вы об этом совершенно правильно сказали, что прибавочная стоимость вроде бы получается в сфере обращения. Вот так вот. Вот есть деньги, вот у вас есть деньги. Пошли, купили какой-то товар, что-то там сделали. Продали его, получили превращение. Не может возникнуть вне обращения прибавочная стоимость. Не может не возникнуть вне обращения. Это вот один вывод. И тот же Марс делает противоположный вывод. И вы прекрасно привели здесь примеры большие, скажите, маленькие. Ну, первое предположение. Ну, если... Каким образом оно возникает? Может возникнуть. Если один товаровладелец надувает, грубо говоря, обманывает другого, либо какая-то группа товаровладельцев, например, одна половина... Да, но это ничем не отличается от какого-то обычного. Один раз можно обмануть? Да, можно. Постоянно уже нет. А постоянно нельзя? И тем более, обмен товаров, он на каком законе основывается? Законной стоимости, который предполагает обмен в соответствии, грубо говоря, с эквивалентом. Обмен эквивалентом. То есть не может... Второй вывод делает Марс, что вот это превращение, этот избыток, прибавочная стоимость, не может возникнуть... Вне обращения. В обращения. А в обращения? В обращения. Первый-то был наоборот. И что мы имеем? Мы имеем что? Противоречие. Совершенно верно, вы его подготовили. То есть, с одной стороны, не может не возникнуть... Не может возникнуть вне обращения. Не может возникнуть вне обращения. И что касается противоречия. Они у нас исчезают? Растворяются. Что мы делаем с противоречиями? Они у нас разрешаются, да? Сим-три-сим. Не, разрешаются. Растворяются или погружаются в основании. И уж из вашего вывода надо самое последнее сделать. Очевидно, можно предположить, что товаровладелец находит на рынке такой товар. Деньги, товар. На деньги покупает товар. Для чего покупает товар? Чтобы их потреблять. Так? Значит, товаровладелец находит на рынке такой товар, потребление которого каким-то чудодейственным образом создаёт ему этот избыток, это прибавочная стоимость. Ну да. Прежде чем перейти к рассмотрению этого чудодейственного товара, я хочу просто напомнить, что Маркс исследует некоторое такое идеальное, можно сказать, общество, идеальное товарное хозяйство с идеально ходящими товаровладельцами, которые все находятся в одинаковых юридических условиях и так далее. Потому что, конечно, в реальной жизни, во-первых, имеет место монополизация. И какой-либо монополист, он может постоянно, как выразился Виктор Иванович, обманывать, скажем, у рыбаков покупать рыбу за бесценок, а везти её на базар городской и там продавать втридорогое. Делать это систематически. В силу своего просто экономического поражения более сильного. И, возможно, также бюрократические всякие рогатки, лицензии и так далее, которые также ограничивают круг вот этих продавцов и таким образом позволяют им извлекать из этого некоторую сверхприбыль. Хотя прибыль обычно они извлекают, конечно, другим путём, более естественным. Вот это вот надо понимать, что здесь вот, поэтому когда мы говорим о спекулянтах, об узаконенной спекуляции, это всё возможно, но это в специфических условиях, которые в этом товарном хозяйстве, рассматриваемом Марксом, они не учитываются. Я бы не так сказал, Иван Иванович. Вот монополистический капитализм – это уже конец 19-го, начало 20-го века. Это высокоразвитый капитализм. Но Маркс рассматривал какой капитализм? В простой рынке. Ну нет, можно так назвать. В свободной капитализме. То есть, в данном случае, наверное, нежелательно тянуть примеры современного капитализма туда. Ну, они напрашиваются, потому что… Они надо, они запутают. Они запутают. Вот они запутаны. Маркс не идеально рассматривает общество. Не совсем правильно сказать. Идеальный газ в физике. Чистая. Чистая. Ну, идеальный газ в физике. Это тоже самое. Может быть, конечно. Такой идеальный газ. Это чистая от всяких побочек. Те формы развития капитализма, которые получаются уже потом, на более поздних стадиях развития. Но они иногда дают и отрицательный эффект. Их нужно очень осторожно применять. В данном случае, вот Маркс рассматривает такой капитализм, когда нет никакого монополизма. Ну, на этом надо застрелить, потому что иначе, так сказать, у человека могут возникнуть и сходящие из его личных впечатлений какие-то непонятки. Маркс здесь очень подробно, со всех сторон и дотошно все возможные способы обогащения, вот, вытекающие из простого товарного обращения, привер. И вот увидел, что все они невозможны. А оно есть, обогащение есть. И вот совершенно верно Виктор Иванович сказал, что это вот вопрос в каком-то товаре. Кто у нас про этот товар? Расскажет. Ну, все, вот, по этому параду, до окончания можно добавить? Да. Две эти фразы. То есть, надо посчитать, что при вот этом превзании денег капитал должно идти в условиях обменов эквивалентов, используя своих негодцев капиталистов. Владенец денег лишь является собой личинкой капиталиста. Ну, и поэтому, кстати, вот при социализме, ну, и в СССР, и в других странах вполне оправдана была борьба с накопителями денег, как потенциальных личинок капитала. Вот, вполне оправданно боролись с ворцовщиками, валютщиками, спекулянтами, производителями левого товара. Ну, борьба эта в СССР во многом, то есть, стала подрываться товарными тенденциями, которым зеленый свет открыл вначале разрыв смычки города и деревни, вот это ликвидация МТС в 58-м году, а затем так называемая Косыгинская реформа. Вот, ну, теперь могу перейти к купле и продаже рабочей силы. Вот, сейчас, секунду, только, Виктор Иванович, разве вот борьба с форцовщиками, это была борьба с накопительством? Мне кажется, борьба с накопительством, скорее была денежная реформа с 47-го года, когда, так сказать, то, что было там накоплено, это разные вещи, да, вот это была борьба с накопительством, то есть просто так сказать. Бабушка откладывала, так сказать, кровные рубли с пенсии, это никакое отношение к форцовщикам не имеет. Форцовщик – это уже капиталист. Да, это уже капиталист, то есть не накопительство, не капиталист еще. Конечно, это не капиталы, это просто деньги эти счеты. Почему? Купи, продай. Форцовщик не использует наемную рабочую силу. Использовали уже, в 80-х годах уже там увозили им. Ну, так называйте это. Ну, не форцовщик тогда, это просто там уже подпольные производители. Перепродать товар дороже, это не капиталист, правда? Нет, беспекуляция. Это тут нет рабочей силы, как товара. То есть, если вы лично купили, лично продали, это мягкобуржуазное. Вы не капиталист, мягкий буржуаз. То есть, торговый капитал – это обязательно все равно наемный труд должен использоваться. Если вы сами в сумках из Финляндии привезли жвачку. Вы мелкие буржуазы. То есть, челноки – это еще не капиталист, конечно. Это мелкий товаропроизводитель. У них двойственные. Купец, мягкий купец. Ну, он что-то сам делает, так? Ну, он стоимость затрачивает усилия, но тоже привезти хотя бы. Привезти, продать, постоять на рынке. То есть, регулянты еще не капиталисты. Ну, и потом вообще, в Марсе где-то есть, что вот называть, скажем, вот такого, как вы выразили, Чернока спекулянтом – это не совсем корректно. Потому что спекуляция – это вообще добывание денег из воздуха. А Чернок, он тратит большой труд. Это тоже труд. То есть, он там покупает, потом он везет, он здесь стоит на рынке. Это вообще страшный труд был в 90-х. Люди там здоровье тягали и так далее. То есть, это мелкий буржуак, классический. То есть, труженик, который, так сказать, самый... Мягкий товаропроизводитель, работающий на рынке. А рантье, получается, тоже не капиталисты? Рантье – это рантье. Про них тоже не принято говорить, что это капиталисты. Значит, рантье – это капиталисты. В том понимании, в котором, так сказать, вот изложены, там же Маркс или Ленина. Но деньги – деньги – штрих. Да, они... Вот формула банковского капитала. Деньги – деньги – штрих. Это самое завуалированное. Там даже не виден источник прибавочной стоимости. Это вообще уже сфера третьего тома капитала. Это идет распределение прибавочной стоимости, созданной трудом наемных рабочих в сфере производства между группами капиталистов. Тут, получается, рантье, он, отдавая деньги в рост, получается, как бы покупает рабочую силу на них или что? Это уже вторичное распределение. Все создается трудом рабочих, а потом перераспределяется уже вот в этой сфере между разными деятелями. Ну, вот такой вопрос, Тавик Иванович. А вот бабушка та же самая, которая в советские времена в сберкассе хранировала по 3% годовых, можно про нее сказать, что это рантье? Да нет, конечно. Слушайте, это... То есть, количественно здесь это совсем не тесно. Ну, количественно, качественно. Да, если это так сказать... Все-таки использование... Рантье человек, живущий на процент из капитала. Ведь рантье, понимание, это что? Человек, положивший деньги в банк капиталистический. А банк что делает? Это капиталистическое предприятие, которое представляет те средства, которые временно свободны, денежные средства, представляет капиталистов, функционирующим. А эти функционирующие капиталисты за счет... Создают прибавочность на их предприятиях, создается прибавочная стоимость, которая вот по цепочке возвращается обратно. Ну, то есть, рантье как бы отдает деньги, и на эти деньги другой капиталист покупает рабочую силу. Получается, что рантье как бы тоже... Он участвует в этом. Он участвует в этом процессе. А спекулянт, он никак не участвует? Тот, который на своем горбу все таскает? Нет, это не спекулянт. Он не спекулянт, мягкий буржуа. Труженик? Да. Ну, а если открыл свою лавку и перепродает там товары? А что? То есть, а если бы он рукой работает, другой вот занимается... Ну, он не капиталист. А если бы он открыл сапожную мастерскую, покупал кожу, там эти подошвы, их там соединял и сапоги эти продавал, это что, тоже... Если он нанимает, наверное, рабочих, которые у него трудятся, а он ничего не делает, вот он капиталист. Или даже если он что-то делает... Он самый главный труженик, он организатор. И инвестор, давайте, между прочим. Да. Нет, ну еще, во всяком случае, при социализме или в период становления капитализма было, там, наверное, несколько десятков, ну, от силы, может быть, несколько сотен человек, которые получали большие всякие доходы насчет приздания, там, своих литературных трудов, исполнения, там, музыкальных номеров. Ну да, королев, включен, там, космонавты. Да, получали, в итоге у них какой-то миллион образовался в сберкассе, и на процент уже можно было существовать. Они таких целей перед собой не ставили. Ну, были такие. Ну, нельзя брать вот единичные случаи, все-таки в массе страны это единичные случаи. Ну, спасибо этим писателям, этим ученым, которые творили. Ну, вот те, которые дожили до перестройки и вот реставрации капитализма, они, как правило, оказались вот из этой когорты официальных миллионеров, потом те, кто стали... Врачами советской власти. Потом более ушлые ЕТВИ, да? Что сделали? Все прикарманили, а денежки вот этих товарищей, которые лежали в сбербанке, они превратились в пыль. Ну, это да. Ну, некоторые успели... Крыться, кто кого? У меня тысячи триста. ...перевести какие-то более твердые валюты или... Давайте дальше. Так, кто у нас следующий? Поехали. Так, ну, со страницей у Маркса со 170-го, со 180-го, посвящено рассмотрению публикопродачи этого чудодейственного товара, рабочей силы. Умение стоимости денег в процессе деньги-товар, деньги-штрих должно определяться изменением товара, покупаемого в первом акте. Деньги-товар, а не изменением его стоимости. То есть это изменение может произойти лишь при потреблении купленного товара. Если владелец денег найдет на рынке такой товар, потребительская стоимость, которую обладало бы свойством быть источником стоимости, то сия личинка капиталиста извлечет стоимость из потребления купленного ей товара. Этим товаром является способность труду, рабочая сила. Марс дает ее определение странице 178. Под рабочей силой или способностью труду мы понимаем совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность человека, который пускает в свой вход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительские стоимости. Для осуществления, для осуществимости такой покупки владелец рабочей силы должен быть свободным собственником ее, свободным собственником своей личности, в отличие от раба или крепостного. При этом продажа рабочей силы должна производиться лишь на определенный срок, так что во вне рабочее время владелец рабочей силы смог бы и восстановить как свою способность трудиться и потратить необходимое время на формирование замены себя в виде детей на семейные дела и отдых в семье. Кроме того, владелец рабочей силы должен быть лишен своих средств производства, иначе бы он не продавал свою рабочую силу, а стал бы для начала мелким буржуа. Такие условия для продажи рабочей силы в массовом масштабе есть результат многих экономических переворотов продукт гибели ряда более старых формаций. Первые функции денег, всеобщий товарный эквивалент, средства платежа, сокровища, мира, выгоднинг существуют и при первых двух частных сообществах формациях. Капитал же возникает тогда, когда образуется массовый рынок рабочей силы. То есть, известное определение капитализма это всеобщее товарное производство. Когда главным товаром становится рабочая сила. Стоимость рабочей силы это стоимость жизненных благ необходима для поддержания жизни ее владельца. Личина этой стоимости зависит от климата, природных, исторических, культурных особенностей страны, организованности носителей рабочей силы или противоположного ему класса, класса капиталистов. Зависит это от местности, где живет владелец рабочей силы. Понятно, что в северных широтах требуется гораздо больше продуктов и всяких вещей для поддержания свойства в то время как где-то в субтропиках и... Шубы не нужны там? Да. И дома с отоплением не нужны с печкой. Вот, и на отопление гораздо меньше приходится тратить. И думать соломой можно. можно дом чуть ли не из картона строить. Для рационального использования рабочей силы рабочий должен пройти обучение, в том числе и на предприятии капиталисты, что в бухгалтерии капиталисты тоже должно быть учтено. Расходы на поддержание рабочей силы в норме осчисляются, ну, дается марксом формула. Там 365 на А плюс 52 на Б плюс 4 С плюс Д и поделенное на 365. То есть это расходы средние в день, где А это ежедневные обязательные расходы, и да, там свет, топливо, Б еженедельные расходы, С ежеквартальные, Д ежегодные расходы. Нижняя граница стоимости рабочей силы формирует сумму стоимости товара без ежедневного потребления, которое носитель рабочей силы не было бы в состоянии возобновлять свою жизнедеятельность и способность трудиться на хозяина. При покупке рабочей силы по такой цене она становится хереющей. Для производства товаров нормального качества рабочей силы должна оплачиться выше, чем прожиточный минимум. Вот что в день в начале XIX века или в конце XVIII века, когда например, в Англии был во многих производствах и 18-часовой рабочий день, ну а 14-часовой рабочий день это запросто. Да и сейчас в России вот цена рабочей сила чуть длиннее. Ну даже вот в мае только собирается минимальную цену поднять до уровня прожиточного. То есть мрот, те, кто получает мрот, они обречены как бы на вымирание существующей властью Российской Федерации. Вот, ну это можно вспомнить 134-ю статью, но это мы потом вспомним. Стоит напомнить открытие ССМАКДИ в новых принципах экономической политики. Способность труду есть ничто, раз она не может быть продана. Класс капиталистов сознательно поэтому поддерживает безработицу, формирует так называемую резервную армию труда. Цель это загрузки общественного по сути производства снижение цены товара рабочей силы, которая называется зарплатой. При найме рабочей силы рабочие кредитуют капиталистов на Западе обычно на неделю вперед. При этом существует риск утраты зарплаты при банкротстве капиталистов. Отъемы части зарплаты способны продаже рабочим по повышенным ценам в своих лавках товаров хозяином производства, там, где труется рабочий. Но если это маленький городок или далекая окраина даже крупного города. Процесс потребления рабочей силы есть в то же время процесс производства товара и прибавочной стоимости. Карл Марс предлагает перейти от шумной легко наблюдаемой сферы, но это в конце этого парада, обращение от рынка к сфере производства, к тайным отношениям капиталиста и покупаемым им рабочей силой. Заканчивают эту главу Марс картины шести двух драматист персонал. Впереди значительно посмеющийся капиталист, горящий желанием приступить к делу, за ним предыдущий понур упирающийся рабочий, который продал на рынке свою собственную шкуру и поэтому не видящий будущим никакой перспективы, кроме одной, что эту шкуру будут дубить. Значит, спасибо, Степан Степанович, вы очень так бодро изражили существенную достаточно часть, но я думаю, что на этом необходимо потоптаться, потому что она огромное значение имеет для нас, вот эта тема рабочей силой, это тоже многие вопросы были затронуты и на них надо немножечко остановиться. Ну, во-первых, рабочая сила, иногда вот говорят, что такое заработная плата, вознаграждение за труд, говорят, да? И в кодексе так записано. И это часто в народном создании так. Потом, то, что платят за труд, ну, это как-то само собой подразумевается, хотя труд это процесс, причем тут как за него платить. А вот эта продажа именно своей рабочей силой, то есть способности к труду, она здесь как бы скрыта. И вот эту рабочую силу Михаил Васильевич он метко сравнил с завядом аккумулятора. То есть вот вы пришли на работу выйдя из отпуска, вот этот пальчиковый аккумулятор, вы на 100% заряжены, предположим. Вот вы пришли, день отработали, вы разрядились. Кто думает, что это не так, вот я как человек, который 8 часов в день работает, вы разрядились. Вы ночь поспали, вы зарядились. Но зарядились не совсем до конца. И к концу недели у вас этот недозаряд накапливается, ну и отдохнув на выходных, вы как-то, так сказать, более-менее подзарядились. Но из каждой недели все равно это не полностью этот подзаряд, но считается, что в отпуске вы, так сказать, окончательно там большой период времени отдохнув, вы зарядились окончательно. Хотя на самом деле это, конечно, не так. А что такое рабочая сила? Это нервы, физические усилия, наше здоровье. Вот, скажем, у докеров это физический износ позвонков, у них у всех эти грыжи межпозвонковые, ну и у кого что там, кому там копоть на легкие садится, кто еще как-то там свой организм напрягает, ну и всякое это нервы, и сердечные приступы, там инфаркты, это на работе, это не прикол, это уже в нашем возрасте такое бывает. Вот. Это все вот расход вот этой самой рабочей сиры, именно ее покупает у вас капиталист. Иногда говорят, а почему продажа рабов это не продажа рабочей сиры, потому что там рабы покупаются целиком и навсегда, а вашу рабочую сиру, как юридически свободного человека, капиталист покупает на 8 часов в день, и эти 8 часов в день он вами владеет, ну конечно в каких-то рамках, но в рамках ваших должностных обязанностей он вас может попросить что угодно, и вы обязаны это сделать. То есть он вот это время ваше, жизнь ваше, здоровье ваше, ну не все, а некий кусочек этого он покупает, покупает, вот, не отпирает, покупает, вот, это вот обменивает, да, первое, что, второе, как и всякий товар, рабочая сира требует трудозатрат на свое воспроизводство. В чем это трудозатрат? Трудозатраты? Вам надо кушать, да, кто-то вам должен котлетки сделать. Вот это труд, труд, значит, вас надо одеть, обуть, кто-то должен это все сшить, кто-то должен вам вот такой стол сделать, ну не такой, а, скажем, обеденный, потому что как-то принято. Это все трудозатраты на вашу рабочую силу. Причем, как Марк совершенно верно здесь отмечает, я вот что-то, может, прослушал, но вы, наверное, отметили, что это не просто должны быть затраты на возмещение потенции к труду одного работника, а это должны быть работники, как пишет, Маркс не вечен, он смертен, и поэтому необходимо воспроизводство рабочей силы. И чтобы, как вот это уже не Маркс, это уже, так сказать, можно и так догадаться, и без Маркса, что для воспроизводства рабочей силы нужно трое детей, чтобы было в семье. Двое, это Мара, потому что двое у кого-то может быть, а у кого-то должно быть обязательно трое, потому что, как пока и статистика, даже для сохранения населения страны на прежнем уровне, надо, чтобы в семье было 2,4 ребенка в среднем. Этих детей надо вырастить, надо дать им образование, надо кормить жену, которая с этими детьми сидит. Это все также входит в стоимость рабочей силы, объективно. Маркс пишет, что эту стоимость можно, да, можно не выплачивать в полном объеме стоимость этой рабочей силы, но тогда, так же, как при нашей чрезмерной экономии при любом производстве, если мы там будем тоньше делать, там, столешницу, она будет роматься, будем там масло низкокачественное лить в автомобиль, он быстро выйдет из строя и так далее, точно то же самое наблюдается и с рабочей силы. Сиры, рабочая сила начинает деградировать. Если не выплачивать стоимость рабочей силы, она подвергается деградации. И особенно наглядно это видно на примере нашей страны, потому что я помню в 90-х годах ходили целые шайки городных конструкторов, инженеров, расчетчиков высочайшей квалификации и можно было без труда кого-то на эту работу нанять, а сейчас уже с прошлым годом сейчас что-то вроде там рыпаются по оборонке, то есть акту а некому. Вот, это вот деградация рабочей силы. То есть, затраты на обучение. За обучение, в том числе на обучение, но вообще на духовную жизнь, чтобы человек развивался нормально, но он должен нормально жить, он должен отдыхать, он должен быть уверенным в завтрашнем дне, он должен понимать, что у детей его там городная смерть не грозит, и что если дети его заболеют серьезно, то они не умрут, или ему там придется собирать по копейке со всего мира, а что их вылечат, ну это все дает такое самоощущение человека, которое самым непосредственным образом сказывается на его работоспособности, особенно к творческому труду, так и на его в общем-то трудовых потенциях. Значит, поэтому разумный подход к определению размера заработной платы, вот что только не услышишь, вот надо от производительности труда зависит заработная плата, а ты еще там от чего-то, вот Маркс в капитале, потом он здесь убедительно очень покажет, что вот как производительность труда растет, так вот и зарплата при этом падает, и там, где раньше были сотни рабочих, а теперь только мальчики снуют под этими под станками работающими, пыль оттуда выгребают, вот этих мальчиков ниже зарплата, чем раньше была у сотен рабочих, которые занимались квалифицированным трудом. И далее там, что современные машины позволили там трем 13-летним девочкам заменить взрослого рабочего, а этим девочкам им там платят по 8 чего-то там шиллингов вроде, и таким образом получается 24 шиллинга, а рабочему раньше платили 40 шиллингов. Вот это, так сказать, это никак не зависит заработная опрата, это производительность труда, поэтому умирать на работе никакого резона нет. А зависит она вот от стоимости рабочей силы. И эта стоимость рабочей силы, как далее заметил Маркс, она, если за нее не бороться, вот здесь сказано, что она зависит от культурных традиций, от разных там, но она зависит главным образом, конечно, от красовой борьбы. Если не бороться за эту стоимость рабочей силы, то она скатывается к самому минимуму необходимому для физиологического выживания рабочего. А культурный уровень, ну как, вот скажем, на Западе считается, что в семье должен быть автомобиль. У нас, скажем, в советские времена не считалось. Ну, может быть, это в советские времена была не очень актуальна, но вот сейчас, например, это достаточно актуально. Значит, и к этому вопросу фонд рабочей академии, докера, конкретно докера Ленинградского морского порта под руководством Михаила Васильевича Попова, они подошли научно, и расчет стоимости рабочей силы, вот он, в частности, вот в этой книжке присутствует. Эта книжка выпущена в Петербургском государственном университете, издание официальное, здесь она под авторством Михаила Васильевича, но эти расчеты стоимости рабочей силы, начиная с 2008-2007 года, когда впервые он был произведен, нами регулярно проводятся, публикуются, и в последнем номере газеты «За рабочие дела» есть. Вот, так что поэтому я призываю, значит, на это почитать. Но единственное, что там не совсем по Марксу, Маркс здесь разделял расходы на ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежегодные. Тут, во-первых, Михаил Васильевич взял более крупный период, 25 лет, полную продолжительность жизни, рабочей жизни, скажем так, рабочего цикла. Почему? Потому что многие товары длительного спроса, такие как квартира, хородильники, автомобили и так далее, ну, их несколько штук за всю эту жизнь надо покупать. Поэтому вот, ну, и здесь, так сказать, и ежедневные товары также присутствуют, это посчитано. Когда администрации морского порта Петербурга были эти расчеты предъявлены, те возмутились до глубины души. Да, и сумма здесь получилась в морском порту Санкт-Петербурга в 2007 году свыше 200 тысяч рублей в месяц. надо для нормального воспроизводства рабочей силы с тремя детьми, с выбротой ипотеки за трехкомнатную квартиру и так далее. Есть уже более поздние расчеты, 2014 года. Вот. И, конечно, там начальство выпало в шок. И многие рабочие, кстати, тоже выпали в шок от этого. Вот. Тогда руководство пригласило женщину какую-то, профессора из Финека, та еще Финек был отдельным вузом. И женщина, это тоже, значит, она уже под влиянием руководства повторила этот расчет. Она там уже мало все как могла, все равно у нее получилось свыше 100 тысяч рублей в месяц. Всяко уж. То есть, никак здесь особо не ужмешь. И всем критикам этого дела мы говорим, вот хорошо, вы считаете, что тут много всего лишнего понаписано, возьмите красный карандаш и вычеркивайте то, что по вашему мнению не нужно. Пока что ни одного такого не нашло. Я могу сказать, что многие траты здесь очень скромные. Скажем, тут один компьютер на всю семью на 5 лет. Но это еще в первый раз создавалась эта методика, когда никаких там гаджетов, там, планшетов и так далее не было. Но сейчас каждому ребенку надо по компьютеру. Всякое, это так сказать, понятно совершенно. Вот. И так далее. И трехкомнатная квартира для семьи из пяти человек вот все-таки это мара. В Западной Европе считается стандартным, когда комната на члены семьи плюс одна. Вот это вот, конечно, более похоже, но это получается шесть, но всяко не три, четыре хотя бы комнаты должно быть в такой квартире. Или дом загородный хороший, двухэтажный. Вот. Вот это... У нас в Советском Союзе вроде на пятерых было четырехкомнатное. Во всяком случае, в провинции, по-моему. Ну, было. Ну, у тех, у кого двое детей, вот у меня батя с вами поскромничала, и нам двухкомнатную дали, когда с коммунатки мы выезжали в 68-м году. А мама все батю пилила, что это самое. С двумя детьми трехкомнатную он мог бы в парня выбить. Но зато потом, когда брат женирся и размножился, батя через полгода дали для той семьи еще одну двухкомнатную. А если бы мы в трехкомнатной жили, ну, тут, наверное, так быстро не получилось. Это в каком городе? У нас в Ленинграде. И надо сказать, что вот эти нормы, которые сюда заражены, они во многом основаны на вот этих вот советских нормах. То есть, сейчас прошло 30 лет уже скоро, безумарова, три десятка лет со дня ликвидации остатков социализма у нас в стране. Но за 30 лет, вообще, я говорю, мы должны бы жить лучше, а не хуже. Но мы сейчас до сих пор проедаем то, что нам осталось. Вот я бы, например, попрачивать ипотеку не смог. Вот хорошо, у меня от родителей осталась квартира. О каком тут расширенном воспроизводстве рабочей силы может идти речь в таких условиях. Вот. Вот это одно. И еще, так сказать, что хотелось бы два слова сказать. Вот совершенно верно Степан Степанович сказал о балансировании, что рабочие все время кредитуют бесплатно, причем без процентов капиталиста. И действительно, вот я работал в политехе, аванс 17-го числа, зарплата 2-го. Ну, что за бред? Какой аванс 17-го числа? Вот аванс, человек устроился на работу, ему тут же надо выдать аванс, чтобы он с голоду не умер. А тут до 17-го числа 2 недели изволили работать, но потом тебе дадут аванс. А зарплата уже вообще только в конце месяца. А бывает и по-другому. Бывает такое, что 26-го числа аванс, а зарплата 11-го числа следующего месяца. На моем последнем месте работы в следующем месяце только аванс давали. Вот. И в этом есть большой смысл, потому что рабочих много, это беспроцентная, по сути дела, суда, рабочие в большом количестве сужают беспроцентно своих работодателей. И это очень выгодное мероприятие на самом деле. То есть, это не работодатели на самом деле? Кто работодателем является? Рабочие. Кто работодает? Работа получателем. А те работа получателем. Большой ученый. А мы тут пользуемся терминами из трудового законодательства. Буржуаза. Пожалуйста. Какое уж на осознание. Так, ну что, еще кто-нибудь есть добавить чего? Три минуты осталось. По животрепещущей теме стоимости рабочей силы. Я бы рекомендовал слушателям сделать, скажем, многородним, сделать самостоятельный расчет стоимости рабочей силы. Потому что периодически каждый год слушатели Красного университета, который у нас со всей России, такие расчеты делают. Мы тоже публикуем. Вот, во всяком случае, за последние годы такие расчеты стоимости рабочей силы по городу Энгельсу, делал слушатель Ксения Горохова. Недавно слушатель Моторин сделал расчет по Москве у нас есть. Потому что они будут различаться. Степан Степанович говорил, приводил мысли Марса, что есть территориальные различия, территориальные, исторические и так далее. Вот эти расчеты, они бы дали многое. А вот у нас зрители вопрос где можно образец посмотреть. Вот я знаю газета за рабочее дело на сайте Фунда Рабочей Академии есть самый первый расчет. Сделанный по-моему в 2007 году. А вот эта книжка она есть в доступе? Нет. Она может есть у Кузьмина на сайте Московского отделения Академии библиотеки. Где-то по-моему она есть. Следующее занятие начать с того, чтобы слушать им сказать, где это. Ну вот есть точно в газете за рабочее дело. Да, газета за рабочее дело свежее. Она вот она уже опубликована выложена, так что если нужно можно там. Да, там общетки в ПДС-версии. Ну все, наверное. Да, товарищи, спасибо. На этом на сегодня у нас все. Давайте на следующий посмотрим. А, на следующий. Да, что-то я проспах. Так, куплю. Ну что, дальше у нас. вот это я готовил уже процесс. А, процесс труда. Очень хорошо. Мы начнем. Мы начнем. Он очень большой, процесс увеличения стоимости. Надо постраховаться. Кто возьмет процесс увеличения стоимости? Сергей Викторович. Все прогрессивное человечество. Марина, а вы не хотите взять ничего? это это как хотите. Ставый капридатский труд. Это какой параграф? Это следующая глава. Это два, я не знаю, как здесь пункты. Мы идем в следующую главу. Вот, она называется процесс труда и процесс возрастания стоимости. Увеличение. Возрастание или увеличение? Увеличение стоимости. Увеличение стоимости. У меня возрастание. О, это какой у вас маркс? Мы начинаем отдел третий. Производство абсолютной прибавочной стоимости. Глава пятая. Процесс труда и процесс увеличения стоимости. Процесс труда первый параграф, второй параграф процесс увеличения стоимости. Ключевой. Давайте, я думаю, нам хватит. Большой? Нет. И нам достаточно будет. Я думаю, что хватит. Да, да. Ну, а если что-нибудь обсудим, найдем. Тут уже пошли такие вещи более живые, а не попроще, чем вот мы там продирались со старшим. Да, неизвестно. Неизвестно, да? Ну, ладно, посмотрим. Вы нас поправите. Так, ладно. Процесс труда и до... Первый, второй параграф, пятый гравы. Пятый главу, все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!